Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова. Валерий, мы приветствуем вас в нашем эфире. Да, добрый день. Валерий, когда мы говорим об интенсивности военных действий в горячих точках, мы все чаще задаем вопрос о ресурсах армии России, потому что на самом деле мы понимаем, что такие или иначе, любые ресурсы, они имеют такое свойство, как иссякать и заканчиваться. И вот что касается ракетных обстрелов, несколько уменьшилась интенсивность. Был даже определенный период, когда действительно мы все чаще начали говорить о том, что ракеты уже на исходе у Российской Федерации, но вместе с тем сейчас нам напомнила Россия о том, что такое ракетные обстрелы еще и мирных городов. Как вы считаете, это вот такая вот попытка создать впечатление, что у них еще есть какой-то ресурс? Или он на самом деле все еще есть, и у них есть возможность его пополнять? Он на самом деле есть, и у них есть возможность его пополнять. Не теми темпами, не тот ресурс, остатки ресурса, но он есть. И я многократно говорил, что обстрелы будут продолжаться до самого последнего дня войны, и даже после этого, потому что договора с русскими, они, в общем-то, ничего не стоят. Это бумажка. Они не выполняют эти договора. Поэтому рассчитывать на то, что когда-то у них окажутся пустые арсеналы, надеяться не стоит. Если договор с русскими, как вы сказали, абсолютно не имеет никакой силы, и не стоит на него рассчитывать, впрочем, в чем мы тоже ни в коем случае не сомневаемся, то а что может подействовать? Каким сейчас должен быть путь решения для того, чтобы обезопасить мирных жителей Украины? Что сейчас необходимо предпринять, и какими должны быть действия в будущем, уже после окончания войны, для того, чтобы все-таки не было повадно, скажем так, обстреливать мирных города? На первом этапе в плане защиты, конечно, просить у союзников увеличить количество зенитно-ракетных комплексов. Самолетами понятно, значит, самолетами у нас, в общем-то, ну, вряд ли мы во скорости их получим, но у нас почти, ну, там, раз в неделю приходят сообщения о том, что нам приходят, то там Патриот подошел первый, второй Патриот, то передали вторую батарею Айрис Тея, то подошли две зенитно-артиллерийских установки с радарным управлением из Германии, то есть из моментальных решений это усиление противовоздушной обороны, вот, и удлинение ее руки, то есть, ну, мы должны все-таки как-то довести до наших союзников, что два Патриота у нас погоду не сделают в Украине, это первый момент. Как сделать, чтобы россияне прекратили обстрелы? А обстрелять их территорию? Это самый эффективный способ, ответный удар, ничего лучше человечество пока не придумало для предотвращения каких-либо, так сказать, агрессивных действий. Активный удар в ответ. Украинские шахеды, украинские ракеты с дальностью свыше 300 километров, терроризировать российскую территорию на ту же глубину, хотя бы там на 300 километров на глубину, уничтожить. Ну, как терроризировать? Конечно, не по жилым домам стрелять. Но их электростанции – это вполне закономерные объекты. Их различные инфраструктурные объекты, их аэродромы, их вокзалы, я имею в виду депо там, где транспортные, так сказать, поезда проходят разгрузку, вот, это вполне себе военные объекты, причем они, любая армия, в любое время имела право по ним работать без всяких, так сказать, ограничений. Вот только так, а иначе это будет бесконечно, понимаете. Но когда застонут они сами, когда они почувствуют, что такое лишиться дома, как прочувствовали сотни тысяч наших граждан, вот тогда как-то начнет у них, как говорится, возникать вопрос, а зачем нам эта война? – Валерий, если мы говорим о последних обстрелах, то тут, наверное, мишенью могут быть военные аэродромы, базы, аэродромы базирования, стратегической авиации. Я для начала хотел у вас уточнить, по данным главкома Валерия Залужного, за последние три дня дважды удары наносились из стратегического бомбардировщика Ту-95 в районе Оленигорска Мурманской области, и 160-е тушки били со стороны Каспия. А что значит район Оленигорска? Там база какая-то или они просто летят на точку пуска из Энгельса, предположим, или Шайковки, да, и там пускают? Почему Мурманск впервые звучит, это северная точка, почему оттуда они стреляют? Или это база? Я не очень понял со слов главкома. В Поделинегорском находилась база дальних бомбардировщиков Ту-22М3, там полк расположен, да? Вот. Но после того, как неизвестные беспилотники нанесли удар по Энгельсу, эта база, основная база российской авиации, это Энгельс-2. В Саратовск, ну, недалеко там километров 30 от Саратова, да? Вот, за Волгой. Вот я там бывал неоднократно. Вот это основная их база. Так вот, они оттуда вынуждены были эвакуировать полк бомбардировщиков стратегических уже, не дальних, стратегических Ту-95МС в Оленигорск во избежание, так сказать, ударов и уничтожения этих очень дорогостоящих машин. И вот хочу с вами обсудить также следующую информацию. В России продолжают производить крылатые ракеты. Вы также об этом говорили еще в начале нашего с вами сегодняшнего разговора. Эти ракеты используются для обстрелов Украины. Но это производство продвигается достаточно медленными темпами. Некоторые детали для них завозят через третьи страны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Услышим цитату и продолжим. Те остатки, которые были найдены во время последних ударов, свидетельствуют, что это свежие ракеты. Изготовлялись они осенью. И есть зимние варианты запчастей. Противник продолжает их выпускать, но темпы производства невысокие, потому что это высокотехнологичное оружие. Быстро оно не производится. Там десятки тысяч высокотехнологичных деталей. Россия, безусловно, не может их производить. Это факт. К сожалению, она их может доставать через третьи страны. Путем контрабанды их получает. Именно поэтому санкционное давление на государство-террориста нужно на всех уровнях. Оно также нужно на страны, которые, возможно, и способствуют России в получении этих деталей. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, в эфире марафона «Едыни новыны». Так вот, Валерий, в связи с этим, если мы говорим о безопасности сегодня и уж тем более о безопасности Украины в будущем, также, конечно, мы должны позаботиться и о собственном производстве, и, возможно, наращивать его темпы, потому что нам едва ли придется через какие-то обходные пути закупать комплектующие, потому что, слава богу, на Украине нет санкций. Что вы по этому поводу можете сказать? Какие у нас перспективы и удается ли над этим работать сегодня еще в состоянии войны? Ну да, у нас сегодня очень неплохо идет этот процесс. Единственное, что он как бы не имеет такой какой-то стратегии. Вот я не наблюдаю, во всяком случае, стратегии. Нам сейчас нужны наиболее, наивысшие потребности. У нас неплохо обстоят дела с разведывательными беспилотниками. Вот на всех уровнях, там тактические, оперативная глубина, там дальше просто, ну, все равно нет смысла залетать, там мало шансов у беспилотника выжить в таких условиях. Вот, но нам критически не хватает беспилотников типа «Камикадзе» и барражирующих боеприпасов, вот, и типа, и просто «Камикадзе» дальнего действия типа «Шахедов». Вот были бы они у нас, мы бы сейчас могли бы доставать, так сказать, все аэродромы российской фронтовой авиации, они все находятся не далее 300 километров. Вот эта дальность была бы достаточна для того, чтобы они вынуждены были в Оленигорск отправлять еще и свои самолеты фронтовой авиации. Не только стратегические бомбардировщики. Ну вот, ну вот как-то насчет нашего производства. Я хочу сказать, что и наши фирмы работают вовсе. Вот, например, одна из фирм, ну, даже можно назвать там «Родионикс», да, она создала украинский радар с синтезированной апертурой, который легкого веса, невысокой стоимости, и его можно устанавливать на наши беспилотники. Кроме того, мы получаем более квалифицированное оборудование от наших союзников, чем даже некоторые страны НАТО. Например, на Байрахтарах стоят турецкие системы FLIR, ну, то есть обзорные системы, да, с аппаратурой турецкого производства, потому что Канада отказала Турции в поставке их. Нам же эти оптоэлектронные системы готовы поставлять. Опять же, мы начали получать комплектующие радиоэлектронику для наших изделий. И мы уже не будем крутиться и выдирать откуда-то эти схемы и добывать их, как вы говорили, через третьи страны. Мы просто можем их официально закупать по официальным каналам. Вот, то есть основание для того, чтобы мы могли быстро сделать соответствующие образцы вооружения, я особо настаиваю на украинских шахедах. Вот эта статья, значит, этот пункт, да, ударные беспилотники, Кавикадзе, которые, собственно, в одну сторону летят, и то, что создают у нас усовершенствование, это абсолютно лишнее. Скажите... Сделайте, скопируйте шахед. Валерий, скажите, вот такой вопрос, я как-то ни разу не задавался им. А почему у нас нет своих крылатых ракет у Украины? Ну, Посейдон, который, кажется, Посейдон, да, которым утопили Москву, это тоже крылатая ракета. Но вы имеете в виду большой дальности, да? Да, большой дальности, совершенно верно. У нас Южмаш, у нас были базы дальней стратегической авиации, по-моему, три в Украине было. А где эти ракеты? Знаете, есть такая фраза, не пытай, чему мы на заплаканье очи, да? Мы могли все это сделать, мы должны были, обязаны были все это сделать, вот. Но мы никак не поймем, нет у нас единой концепции образцового оружения, которые нам нужны. Вот. Мы что-то могли сделать, сделали хорошие противотанковые ракеты. Усовершенствовали вертолеты, наладили там производство компонентов необходимых, что-то делали по танкам. Но так вот цельной концепции, вот, что нам нужно, вот, для того, чтобы у нас были эффективные вооруженные силы, нам нужны оружие большой дальности. То есть, ну, допустим, о шахедах никто не догадывался, хотя это копия израильского беспилотника, вот этот шахед, копия израильского беспилотника, там, мохнатых лет, там, чуть ли не 20-летней давности. Можно было бы об этом подумать. Кроме крылатых ракет, наш Южмаш мог создавать и баллистические ракеты большой дальности. И сейчас, в ответ на удары по нашей энергосистеме, мы бы этими ракетами смогли бы вынести сеть электростанций на Волге. И тогда две трети России остались бы, вот, как они очень сейчас переживают, а почему-то украинцы давно не сидят без света. Вот тогда бы они на себе почувствовали, что такое посидеть без света. Вот. Ну, вот вопросы вот и сейчас у нас, опять же. Союзники дайте, а самим произвести. Шахед – примитивное изделие. Вот. Ну, в общем, да, тема больная, хочется много говорить. Да, Валерий, спасибо. Еще один, позволю себе, один исторический вопрос, и потом моя коллега Каролина вам по актуальной ситуации задаст. Я большой, я, честно говоря, не знал, что вы директор Музея авиации, вот только сегодня прочитал. Я не директор. Нет? Я не директор, меня уволят, за ваши слова. А, вы ведущий научный сотрудник. Ведущий научный сотрудник, да. Госмузея авиации имени Антонова. До войны, он сейчас закрыт, до победы. До войны я очень часто ходил к вам, и вообще много музеев авиации в Украине видел. В частности, в Полтаве, где когда-то, кстати, на этой базе служил Джохар Дудаев. Там есть отдельный уголок с его полетной книжкой, с его формой. Валерий, вот такой вопрос. Вот у нас же есть 95-е тушки. И, по-моему, даже 160-я тушка есть одна в качестве музейного экспоната. А мы не могли бы их вернуть в строй? Нет. Нет? У них, понимаете, как? Во-первых, что такое один самолет? Это ничего. Я уже не говорю о том, что у него специально перебиты, значит, там, силовые элементы фюзеляжа, для того, чтобы они не могли больше никогда вернуться в строй. Они специально подпилены, так что эти самолеты. Но даже если бы мы оставили эти самолеты, они сами по себе ничего не значат. Были бы у нас крылатые ракеты, мы бы могли их спокойно запускать с наземных пусковых установок. Разгонный двигатель, так как запускаются, например, стрижи, беспилотники, которые достали Энгельс. С пусковой установки дополнительный двигатель и пошел. То есть нужды у них в Украине нет. У нас нет глобальных амбиций. И никакой нужды в стратегической авиации нет. Во всяком случае, до сих пор не было. Потому что все равно мы не могли бы ни количественно, ни качественно сравняться с Россией, у которой у нас опыт создания транспортных самолетов огромный, мировой. У них опыт создания боевых самолетов тоже значительный. То есть они пока не в состоянии создать такие самолеты, как создает Европа и Соединенные Штаты. Но тем не менее, их самолеты так на твердую четверку тянут. Шлюпно. И хотелось бы все-таки подытожить тем, что украинская армия действительно перешла на новые стандарты, потому что украинские военные успешно проходят и обучение совместно с нашими партнерами и действительно эффективно используют не только новые навыки, но и вооружение, которое поставляется нашими партнерами в Украину. Этот факт констатируем не только мы здесь, в Украине, но и также, собственно, те, кто поставляет это вооружение. Как вы считаете, недостаточно ли это такой, скажем, вдохновляющий фактор для того, чтобы уже после победы Украины на самом деле структурировать то самое производство авиации, в том числе, которое не удавалось несколько ранее структурировать? Как вы считаете, насколько повлияют эти новые стандарты и успехи вооруженных сил Украины на прогресс Украины в этой сфере в будущем? Я думаю, что мы будем подходить к вооружению нашей армии прагматично. Создание боевых самолетов мы не потянем. У нас нет школы, у нас нет опыта. И чем получить какую-то там, допустим, сотню самолетов собственного производства, ну, понимаете, мы не сможем оснастить их соответствующим оборудованием и вооружением. Все равно наполовину это будет, ну, как в России, да, они вроде бы создают гражданские самолеты, но 70% деталей у них европейского и европейского производства, да. У нас то же самое, смысла нет. По самолетам нет. А вот танки, бронетранспортеры, артиллерию, значит, там какие-то виды боеприпасов, зенитно-ракетные комплексы, радарные станции мы могли бы создавать сами. То есть я считаю, что после войны у нас главное не в том, что мы даже можем создавать, главное создать концепцию. То, что если у нас есть концепция вооруженных сил, вот, как это у нас называлось, я уже забыл, такой, значит, ну ладно, значит, если у нас есть... Доктрина называется это. Доктрина, ну, это не совсем доктрина, это, собственно, концепция, что мы должны иметь, да, и что должны наши, какими возможностями должны обладать наши вооруженные силы. Если у нас есть такой четкий план, мы будем знать, что мы покупаем, что мы просим союзников предоставить нам порядки безвозмездной помощи, это вполне актуальная статья, так делаются те же МИГи-29, вы помните, Германия просто как союзнику передала Польша, да. Вот, и что мы будем производить сами? То есть что сами, что покупаем, что просим у союзников, то есть мы... Вот, потом комплектующие к ним тоже нам придется активно координировать эти вопросы союзниками, потому что современный самолет, современный танк, он настолько насыщен электроникой, вот самолет это называется авионика, у танка это называется витроника, они настолько насыщены, что самостоятельно мы не сможем производить ни один вид вооружения, то есть мы должны будем очень плотно кооперироваться с ведущими производителями вооружения, и не следует считать унижением то, что мы будем как бы, в общем-то, на подхвате. Мы сами себя поставили в такую ситуацию. Ну, и еще тут нам важно сказать, перспектива Украины после победы, это вступление в Альянс Североатлантический, там уже нам и концепции, и доктрины уже все написано, поэтому просто будем следовать тем алгоритмам, которым следуют наши союзники и наши товарищи. Спасибо, Валерий, за включение. Ну, хотелось бы. Спасибо большое. Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова, был в нашем эфире.